В эфире телеканала Самара Гиз, при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте! Кто так строит? Вместе с героем бессмертной советской киноленты, чародеи, этим вопросом ныне задаются и жители Москвы. Но не той, что столица нашей Родины, так амбициозное имя, носят дома, входящие в некогда широко разрекламированный, а ныне оскандалившийся комплекс «Город мира». Эта чистолюбивая стройка была заложена в географическом центре Самары еще 10 лет назад и не закончена до сей поры. Мешают и перманентные уголовные скандалы, и банкротство застройщика регионального делового центра. Я уж не говорю о дольщиках, которым пришлось в итоге через суд доказывать свое право собственности. Впрочем, когда люди наконец стали законными обладателями выстраданных квадратных метров, на этом, увы, их мытарства не закончились. Вместо приятных хлопот новоселья – одна нервотрепка. Но если есть в кармане пачка сигарет, значит все и так уж плохо на сегодняшний день. Игорь Мишник – человек неприхотливый, потому как только получил ключи от квартиры, сразу же перевез сюда вещи. Думал, главное, в доме есть любимый инструмент, а ремонт – дело наживное. Но на деле все вышло совсем иначе. Можно было бы прожить, вот так вот полиэтилен кинул, если, говорю, если топление было нормальное, когда холодно было, то тут вот просто невозможно. У меня даже пианино испортилось, подпортилось из-за холодов. Я сижу и смотрю. Секция 1.1 жилого комплекса «Москва», официальный адрес Старо-Загора 44, сдана в эксплуатацию. Тоже, кстати, через суд. Но, несмотря на это, в квартирах бодрящий холод. И не только у Игоря Мичника. Блицопрос соседей показал – замерзает весь дом. Очень холодно. До сих пор сейчас на улице, сколько у нас, 28 было сегодня, да? Калатун-бабай. А зимой вообще два обогревателя приходится, таких 800-киловаттных используют. А представляете, какая электроэнергия там. Маленький ребенок, да, вообще-то. За него больше боимся, чем за себя. Зиму пережили очень тяжело, потому что у нас не было отопления практически. То есть, ну, я-то еще как бы смог этим, как бы с этим бороться. А вот жена у меня, она просто сюда не хочет ехать. Я как-то пришел зимой, когда были особенные вот на стене и нить. У меня на тот момент была только штукатурка, шпаклевка. Вот она была вся мокрая. Неожиданно, я не знал, что в 21 веке можно так строить ужасно. Я знаю, в новых домах есть такие дома, в которых просто люди... Умирают от жары. Но мы бы батареями-то отрегулировали. Сделали бы, чтобы нам не было так жарко. Извините, мы не можем прибавить, чтобы было жарко. Отчего такой холод в их доме, говорят незадачливые новоселы, очевидно, и не специалистам. Люди грешат и на сбои в самой системе отопления, на отсутствие должного утепления стен. Особенно той, что примыкает к недостроенному офисному зданию. Этот объект уже не раз жителям доставлял неприятности и становился ньюсмейкером новостей. Эти кадры, снятые в минувшем апреле, облетели все СМИ. Стена десятиэтажного здания, входящего в жилой комплекс Москва, обрушилась из-за сильных порывов ветра. Хорошо, хоть обошлось без жертв человеческих. Несколько припаркованных автомобилей тогда все же попали под камнепад. Изумленные очевидцы, они же хозяева искорешенных машин, рассказывали. Здесь это уже не в первый раз. Третий случай, это уже год назад тоже стену, как по словам соседей, уже сносило. И в октябре месяце тоже на соседний этаж. Тоже так же вынесло стену, тоже похожее было. Но, видимо, застройщик ничего не предпринял, так вот и происходит. Когда это здание достроит, бог весть, учитывая финансовые проблемы застройщика. И все это время незадачливым москвичам придется замерзать. Вот здесь идут щели сквозные туда. Туда, понимаете, туда, на улицу. Это у меня торцовая стена, которая, как вы видели, здание офисное, которая прилегает. Вот здесь вот у меня щели и вот этот кирпич. Я не знаю, как он, газ, бетон или пен, бетон. Его толщина 30 сантиметров. Вот они просто выложили вот так вот и вот здесь вот щели оставили. Вот она стена, вот он кирпич, наружу там ничего нет. Они не утепляли. Говорят, по проекту так и должно быть. Они обещали все это заделать. Но теперь, когда прошел год и когда уже стадия банкротства идет, я подошел к застройщику, они мне отказывают. И даже я готова в письменном виде достать ответ. Холод не единственный сюрприз, который ожидал новоселов. Отсутствие пожарной сигнализации, горячей воды, временная схема подключения к электричеству. Ну и так по мелочи. Неработающие балконные двери. Не ходит она. Отсутствие перегородок, предусмотренных планом квартиры. Щели между стеной и потолком настолько большие, что сквозь них пробивается свет от соседей. Странное сооружение в полу. Вот он, видите, вот он какой. Как будто какой-то колодец. Здесь была дыра. Вот у тех так же все. Высота, наверное, ну я не знаю. Сколько тут сантиметров? Ну вот так, наверное, высотой вот. Вместо того, чтобы сделать все ровной. А в туалете и вовсе огромные дыры, чтобы не расслаблялись. Заходите, ноги ломайте. Мы со своей стороны квартиру оплатили. Вот два с лишним метра дополнительных оплатили. А получили вот эти недоделки. Это даже не эконом-класс. Это я не знаю, как назвать. Трущевы какие-то. Ольга Ярославцева, одна воспитывающая двоих детей, говорит, что ей не по карману оплачивает все, что застройщик не пожелал доделать за свой счет. Но другого выхода, как принять квартиру в том виде, как она есть, у нее все равно не было. Учитывая банкротство регионального делового центра, она боялась и вовсе остаться без крыши над головой. Это мы заделаем. Мы вот стену снаружи не сделаем. Я родилась в Рыске на Крайнем Севере. Школа там закончила. Я знаю, что такое минус 50, минус 55. Но вот в этом доме, мне кажется, я не знаю. На Севере такого нет. Конечно, понимаете, за то время, которое они строят, уже несколько кризисов прошло в экономических стране. Но не до такой степени. Тогда вы прекращаете этим делом заниматься, если не умеете. В жилом комплексе Москва вообще печальная ситуация сложилась. Наверное, уже половина города знает, в каком состоянии там сдаются квартиры. Точнее, не сдаются, а продаются. Квартира-конструктор. Все жильцы называют «сделай сам». Это очень условно можно назвать черновой отделкой. По сути, они без отделки и представляют собой, скажем так, отдельно стоящие конструкции внутри квартиры. С большими зазорами в стенах, с нарушением всех технологий, с отсутствием систем отопления. В деловом обороте нет, наверное, такой характеристики, которую смогла бы это писать. Елена Зубкова, директор федеральной лаборатории судебной экспертизы по долгу службы, знающая все плюсы и минусы современных новостроек, говорит, в этих домах она бы никогда не купила себе квартиру. Тем же, кто ввязался в авантюру, признается, сложно дать универсальный совет. Ведь обычно в таких случаях практика, строительная экспертиза и суд вряд ли приведут к ожидаемому результату. Когда застройщик банкрот, судебная победа – слабое утешение. Если бы была уголовная ответственность за качество строительства, так же, как и за качество укладки дорог, наверное, строители бы задумывались. Пока только пятилетний срок гарантии, да, к сожалению. И все это ложится на плечи нас, жильцов. Самый главный сейчас вопрос, за чей счет будут все эти переделки делаться. То есть, если сейчас скажут, что мы в этом виноваты, предположим, что мы купили такие квартиры, то это будет вообще очень страшно. А если застройщик, скажем, поймет, что он действительно что-то там не так сделал и переделает это все, что он должен переделать. Правда, я сейчас сказал, что вы ничего не ждите. То есть, он говорит, у них помимо вашей стены столько проблем у застройщика и столько долгов, что, в принципе, даже если вы пойдете в суд, в прокуратуру, вряд ли до вашей стены дойдет дело. У них куча там обязательств перед банками, перед поставщиками. Застройщик региональный деловой центр для комментариев оказался, увы, недоступен. Генеральному директору Николаю Федорову не удалось пробиться ни через секретаря. Хорошо, я вас поняла. Тогда я уточню еще раз и тогда попробую вас набрать и соединить, Николай Михайлович. Не напрямую. Еще полтора года назад, когда я делала передачу о злоуключениях первых новоселов города мира, домов по адресам Московское шоссе 57 и Старозагора 48, у которых были на тот момент перебои с электричеством, из-за временной схемы подключения к стройке, топ-менеджер откликался на звонки на сотовые номера, заверяя, что все в порядке. Пожара никогда не было. И вот нагнетать остановку кому-то нравится вокруг нашего комплекса. Вы знаете, какие события прошли с Ардалином, теперь опять. Но это никогда, видимо, не кончится, пока кому-то вот, ну, видимо, одно место чешется. И вот надо всякую терянь про нас говорить. Теперь же трубки берет совсем другой человек. Правда, таинственный незнакомец, чей голос до удивления схож с голосом господина Федорова, обещал передать бизнесмену мое желание выслушать и его точку зрения. Но, видимо, слово не сдержал. Иначе зачем же застройщику прятаться от острых вопросов? Тем более, как заверил меня председатель местного товарищества собственников недвижимости Олег Кириенко, у регионального делового центра исключительно благие намерения. Застройщик, в общем-то, я хочу сказать, если подходить к этому объективно, он не отказывается от устранения этих недостатков. Он вам обещает? Или как нам понять, что это действительно так оно и есть? Потому что я пытаюсь пока связаться с ними, не могу получить этих комментариев. Да давайте я передам, значит, смысл нашей беседы с вами, да, ваши, так скажем, пожелания. Вот. Ну, попрошу хотя бы, да. Олег Кириенко рассказывает, он еженедельно бывает на совещаниях у застройщика, и тот не сегодня-завтра приступит к устранению недоделок. Лифт уже запустили. А что касается, нам показывали дыры в полу у людей, там, отсутствие каких-то перегородок, которые были предусмотрены планом квартиры. Вот эти все работы, они в плане устранения у застройщика. Уже идет подбор, выбор подрядчика, который будет заниматься отоплением, по вопросам отопления, да. Решаются вопросы по пожарной безопасности, будут заниматься вопросами утепления тех квартир, которые вот примыкают именно к недостроенному зданию. Показателем, да, этой работы. Я думаю, будет вот июнь до середины июля, я так вот себе такие рубежи поставил, вот будет, можно будет оценить. Если они начнут тянуть, ну, всякое бывает, да, они же тоже немного зависят от денег. Значит, будем ругаться, вот, значит, будем какое-то другое, другие меры принимать. Скорее всего, чтобы жильцы отстали, сделают, как бы так от балды. Но, скорее всего, результата не даст. Если бы застройщик был бы нормальный, то можно было бы верить. Я не верю ни застройщику, ни этому председателю. Я точно сказать не могу. Нет, а я точно могу сказать, что это так. Ну вот, и поэтому Кириенко не принимает дом. Нет, поэтому Кириенко в любом случае примет дом в любом состоянии. Иначе он не будет на этой должности. Такое недоверие в товариществе, которому полгода еще нет, его создали в феврале, уже породило первый скандал и переворот. Опасаясь, что нынешний председатель будет отстаивать не их интересы, а застройщика, активисты провели собрание и новые выборы. Кириенко отправили в отставку. Пока это привело только к склокам. Кириенко результаты голосования не признает и сдавать свои позиции не собирается. Вот в офисе товарищества разворачивается дискуссия, больше похожая на ругань. Документы нам предоставить. Выходите, я не собираюсь. Я не собираюсь. Вы кто здесь? Господин Баня, что ли, чтобы меня выгонять? Свидетели написали, что вы нам документы не выдали. Дальше прокуратура. Вы идите отсюда. Все. Не надо нас пригонять. Вас скоро пригласят в прокуратуру и все. Вас тоже. Что больше я вас здесь не вижу. Ну. Здравствуйте, Алексеевич. Если вы подойдете к документации, я вам руки наберу и задний путь встал. Да. Я тебя предупредил. Последний раз. Здесь он по полковнику поставки военной. Но он ведет себя не как офицер, а какой-то солдофон. Он даже не хочет слушать. Мы хотим просто жить в нормальных условиях, грубо говоря. И знать, за что мы деньги платим. Мы хотим открытости и прозрачности. Вот так вот они решили, что у них получится лучше, что они возьмут, значит, все узды, так скажем, в свои руки правления. Вот. Но, как я вам сказал, они очень эмоциональные девушки. Вот. При этом не стесняются, так скажем, говорить неправду. Они обвиняют меня, что я якобы в сговоре с застройщиком. Вот. Якобы я перечисляю туда деньги. Когда на сегодняшний момент на счет застройщика я еще не перечислил ни одной копейки. А вы не аффилированный застройщик? То есть вы от него независимы? Абсолютно никак. Заниматься вот этими разборками у меня абсолютно нет никакого желания. Сейчас надо делать в первую очередь дело. Понимаете? Надо решать те вопросы, которые насущны. Всем мел не будешь, я вам хочу сказать. Вот. И я не тульский пряник, что всем нравится. Я бы вот, наоборот, их призвал какую-то помощь оказывать. Понимаете? Вот не эти внутренние склоки. Рациональное зерно в этих словах, безусловно, есть личное. Я всегда за мир, но если он невозможен, есть суд, который поставит точку вспышки. Кто легитимный председатель, а кто нет. Главное, чтобы за всеми этими, безусловно, увлекательными дебатами не потерялась куда более глобальная проблема, чем смена власти в товариществе. Гарантия от застройщика, что он устранит все претензии, пока никаких. Лишь честное слово председателя ТСН, от которого мало что зависит. И потому эту передачу я прошу считать официальным обращением в стройный отзор, сотрудники которого после того, как увидят, в каком состоянии дом, уверенно найдут решительные аргументы, способные воздействовать на застройщика. Продолжение следует. На сегодня пока все. Звоните, пишите, жалуйтесь. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова